Добрый день! Новый фасад и соколь. 152-й дом по улице Радищева меняет внешний вид, однако, достаточно ли этого, разбиралась наша съемочная группа. Новая напасть для отдыхающих у водоемов – циркариоз. Чем опасны черви-паразиты и как уберечься от болезни купальщиков, расскажет Гульнар Шарипова. Новый фасад и соколь. И восстановить кладку цоколя. Здесь же обновили входную группу и установили пандус. В настоящее время ремонт в поликлинике взрослой продолжается. Внутренние работы производятся в кабинетах врачей. Мы уже его делаем за счет средств больницы. Стало гораздо уютнее. Дети приходят, радуются. Стало красочнее, цивильно. Обновленные помещения стали комфортнее не только для пациентов, но и для врачей. В чердаклинскую поликлинику охотно приезжают работать молодые специалисты. Помогает программа «Земский доктор». Врач-онколог Анастасия Галкина в чердаклах работает с этого года. Такие узкие специалисты на весы золота. Например, только к чердаклинской ЦРБ сейчас прикреплены более 850 онкобольных. Знала о программе «Земский доктор», а тут еще и такая возможность с социальной выплатой. Здесь мне очень нравится. Руководство прекрасное. Помогают, обучают, идут во всех вопросах навстречу. Помимо Анастасии в этом году по программе «Земский доктор» в чердаклинский район приехали работать врач-серапевт, стоматолог, афапи села Уразгильдина. Теперь работает «Земский фельдшер». Капитального ремонта дома на улице Радищева 152 люди ждали почти 15 лет. Какие работы уже начались, а что вновь переходит в статус обещанного, выясняла наша съемочная группа. Дом номер 152 по улице Радищева не видел капремонта уже 36 лет. Уставший фасад выдает свой возраст, но уже не один он нуждается в обновлении. Подвал дома разрушается, пропуская воду при дождях и таянии снега. Еще в далеком 2010-м суд постановил решить проблему, однако ждать жильцам пришлось долго. И вот только сейчас пришел подрядчик и говорит, что мы делаем дом по решению суда. Суд у нас был с ними. И нам сказали, что с 2010 года 14 лет мы ждали цоколь, так он уже совсем развалился. Капитальный ремонт дома запланирован лишь на 2029 год. Сейчас здесь приводят в порядок только цоколь и фасад. Фасад, вы можете посмотреть, он обшивается металлсайдингом, потому что дом уже старый, кирпичный. Уже были проведены работы по усилению, то есть стягивание дома, то есть он как бы разрушается. Соответственно, в эти работы еще включены утепления цоколя, чтобы полы у жильцов были теплые. Жители дома уверены, что работы по утеплению цоколя и стягиванию дома могут превратиться в сизифов труд без надлежащих отмосток. Без них влага от грунтовых вод и сам грунт, меняющий свой объем из-за промерзания, разрушат основание дома. Это приведет к трещинам, умножив на ноль все физические и финансовые затраты. Мы не отстраняемся от исполнения решений судов, но в данном случае одномоментно, чтобы исполнить все решения судов, необходимо свыше 5 миллиардов, то есть в бюджете муниципального образования города Ульяновска одномоментно на такую сумму выделить просто невозможно, поэтому делается у нас, скажем так, по мере выделения средств по текущему году в частности. На исполнение решений судов в этом году по капитальному ремонту общедомового имущества выделено 145 миллионов. На эти деньги будут проведены работы почти в 40 многоквартирных домах. Мадина Исмаилова и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Продолжим с самой обсуждаемой темой последних дней. Черви-паразиты. Несколько жителей региона пострадали от циркарии в одном из городских водоемов. И обещавшее удовольствие купание обернулось походом по врачам и аптекам. Как уберечься от болезни купальщиков и есть ли в регионе места, где можно отдохнуть без вреда для здоровья, расскажет Гульнар Шарипов. Смотрите, на жертву червячков. Да, мы, конечно, очень с тобой хороши. Это видео разлетелось не только по ульяновским СМИ. Порталы соседних регионов также обеспокоены новостью о появлении в Ульяновской области циркариоза. Болезни не смертельной, но малоприятной. Для человека это заболевание не является опасным, так как моллюски не проникают дальше подкожно-жировой клетчатки. То есть происходит только местная реакция в виде покраснения и сильного зуда. В редких случаях может наблюдаться повышение температуры тела, может быть слабость, общая интоксикация, головокружение. Но это очень редко. Зуд купальщика – так циркариоз называют в народе. Первые симптомы могут появиться уже через 15 минут после контакта с водой. У тех, кто игнорирует запрещающие знаки и купается в застойных водоемах. В пляжу ТЦ «Аквамол» официально место отдыха у воды. Купаться здесь не разрешается, о чем мы должны предупреждать соответствующие аншлаги, которых мы, к сожалению, так и не нашли, зато нашли тех, кто все же рискнул окунуться по соседству вот с этими густыми камышами и милыми уточками. А вот последних напротив стоило бы избегать. Личинки плоских червей живут на водоплавающих птицах. Попадая в воду, ищут себе новый дом. Их жертвами стали ульяновцы, искупавшиеся на прошлой неделе в Свияге. И сегодня горожане снова идут на риск. Знаю, знаю. Но я не ловлю. Я человек как дворняжка, ко мне ничего не пристает. Паразитов нету, как видите, везде купается. Паразитов здесь не ловит. Слышали об этой информации, но детишек никто не остановит. Они все равно здесь плюскаются. Взрослые-то понимают, вот мы не купаемся, просто ножки помочили и все. Но мы не купаемся. Просто ножки мочим и все. Страшно. Это чистый берег. Место отдыха у воды опять же раскинулось у Свияги. Заходить в реку запрещено, но все равно находятся те, кто игнорирует правила. Мы не знаем, мы купаемся. Как после этого себя чувствуете, после того, как вы скупаетесь? Замечательно. Никаких прыщей нет. Не знаю, мы не верим. То есть придем, искупнемся. Все прекрасно. По данным Роспотребнадзора, в регионе официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания церкориоза. И в этом году, и в предыдущие 15 лет. То есть те, кто пострадал от паразитов, не обращались в госклиники. А значит и со стороны Роспотребнадзора пристальное внимание только к одному официально разрешенному месту для купания. На территории нашего города Ульянска официально у нас один центральный пляж, который имеет разрешение того, что я говорю вам, что у нас не зарегистрированы случаи заболеваний. Это не дает никакой гарантии о том, что этой инфекцией может быть не только церкориоз. Другие инфекции, то есть и дизентерийная инфекция, и ротовирусная инфекция, и другие кожные заболевания. Поэтому надо быть очень осторожны с водоемами, только купаться в разрешенных местах. Заходить ли в водоем, официально не одобренный для купания, каждый решает сам под собственную ответственность. А уберечься от потенциально плавающих там паразитов не стопроцентно, но помогут крема на базилине и масла. Червям сложно преодолеть жировой защитный слой. Гунара Шарипова и Михаил Державин. Вести Ульяновск. К другим темам. Единогласно за. На заседании избирательной комиссии Ульяновской области сегодня был всего один вопрос. Избрание нового руководителя. Возглавлявший обл. избирком с 2008 года Юрий Андриенко в конце июня ушел со своего поста. В качестве кандидата была предложена Елена Горбунова, которая два десятка лет работала на выборах различного уровня. Ее кандидатуру поддержали и на федеральном, и на региональном уровне. Возглавлявшая комиссия Ульяновской области на очень хорошем числе. И она пользовалась, я убежден, обе пользоваться и признанием и уважением всей нашей системы. В составе избирательной комиссии, в составе аппарата нашей избирательной комиссии работают профессиональные и ответственные люди, которые делают все для того, чтобы выборы проходили легитимно. Голосование по избранию нового председателя Ульяновского обл. избиркома проходило в соответствии со всеми требованиями выборов. Урна для голосования – счетная комиссия, объявление результатов. Елена Горбунова утверждена новым руководителем региональной избирательной комиссии. С 2003 года я работала в избирательной комиссии участковой, с 2021 года я работаю в территориальной избирательной комиссии председателем. Главной задачей моей является сохранить все то положительное, которое было наработано ранее избирательной комиссией Ульяновской области. Она является очень авторитетной комиссией в избирательной системе Российской Федерации. 8 сентября предстоят довыборы в городскую думу Ульяновской. Это будет первой серьезной проверкой для нового руководителя областного избиркома. Перечислял деньги на вооружение, амуницию, медикаменты и продукты для террористов. Сотрудники УФСБ пресекли деятельность имам Хатыба Центрального духовного управления мусульман Ульяновской области, причастного к ресурсному обеспечению Международной террористической организации. Установлено, что в 2016 году мужчина перевозил деньги на карту, подконтрольную террористам, для оснабжения их на территории Сирийской Арабской республики. В ходе обыска изъяты телефоны, компьютеры, личные записи, банковские карты и запрещенная религиозная литература. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма, максимальным наказанием по которой может стать пожизненное лишение свободы. Тот факт, что преступник был задержан, пусть спустя долгое время, подтверждает принцип неотвратимости наказания за содействие терроризму. Независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления, правоохранительные органы все равно рано или поздно выявят и привлекут к ответственности каждого причастного к финансированию террористических структур. Специалисты напоминают простым гражданам об осторожности и советуют не перечислять деньги на подозрительные счета, чтобы не стать невольными спонсорами преступников. Ведь даже непреднамеренное финансирование террористов может обернуться уголовным наказанием. Ульяновские школьники стали участниками гонки, только необычные. Начинающие журналисты повышали свой уровень и сражались за награды. Екатерина Лазарева расскажет подробнее о проекте «Медиагонка». Более 800 юных журналистов из разных уголков области выясняли, чей школьный медиа-центр лучше и креативнее. На протяжении нескольких недель ребята делали свои проекты и слушали лекции от экспертов. Среди них лучшие журналисты, пресс-секретари и видеографы региона. Конечно же, это наши ведущие специалисты сферы медиа в Ульяновской области. Это вплоть до работы службы губернатора, это и медиа-центры ведущих наших телеканалов, ну и даже профессора из московских вузов, журналистики, которые в этой сфере варятся уже несколько десятков лет. Это не просто работа с той базой, которая есть у ребят, а именно совершенствование. То есть это выявление слабых сторон, это понимание дефицитов, которые есть у ребят, у медиа-центров, у образовательных организаций и в дальнейшем совершенствование. Проект «Медиагонка» разрабатывался школьниками для школьников, помогло движение первых. Все началось на форуме детских инициатив, когда активисты задумались о проблеме оснащения школьных медиа-центров. Вопрос в том, что желание развивать свои локальные СМИ у учеников есть, а вот возможности зачастую ограничены. Решением проблем стал наш проект, потому что часто не хватает кому-то аппаратуры, кому-то не хватает знаний, каких-то учителей. И проект «Медиагонка» может дать все данные, и проекты, и информацию, и все, что нужно. Несмотря на то, что большая часть участников – это подростки, повысить свою медиаграмотность захотели и студенты, и совсем малыши, которые только делают первые шаги в журналистике и блогинге. Например, медиа-центр «Одуванчики» из Барышского района. Ребятам по 11 лет, а на фестивале они уже научились снимать репортажи и работать в кадре. Упорство не осталось без внимания. «Одуванчики» и еще два коллектива получили новое оснащение для своих медиа-центров. Мы все участвовали, всем классом, у нас там 10 человек. Нас к этому потянула наша классная руководительница. Мы ей все очень благодарны, спасибо ей большое. Мы долго репетировали, писали сценарии. Ведущей чаще всего была я. И это, конечно, волнительно. Мы много всего прошли, но чтобы чего-то добиться, как говорится, нужно усердно стараться и работать. Проект планируют сделать традиционным и привлечь еще большее количество участников. Ведь в условиях цифровизации важно обучать детей работать с информацией и проверять достоверность источников. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Парк «Виновская роща» 21 июля приглашает всех отпраздновать свой день рождения. Гостей ждет праздничная программа, кульминацией которой станут представления театра ростовых кукол. Также в честь торжества будут разыграны всевозможные призы. Какие, расскажет Элла Шахова. Каждое предпоследнее воскресенье июля парк «Виновская роща» отмечает свой день рождения. Из года в год для своих посетителей здесь обновляют программу праздника. В этом году изюминкой станет выступление театра ростовых кукол. Он даст три представления. Это будет и танцевально-игровая программа, и спектакль для ребят. Мы будем показывать приключения по русским сказкам, где главные герои будут взаимодействовать с персонажами различных сказок. Такие как Алеша Попович, Баба Яга, Качей Бессмертный, Емеля. Дети реагируют очень радостно. Они готовы подойти, обняться, даже и на некоторые конфетку могут подарить. У парка есть постоянные посетители. Люди, семьи, которые любят проводить свободное время здесь. И уж точно не пропустят день рождения Винновки. Мы очень любим этот парк. Мы ходим сюда уже не первый год. Большое разнообразие аттракционов. Есть где присесть, где перекусить. Вот 21 июля будет день рождения парка. Мы обязательно сюда придем. Будет розыгрыш призов. Все пришедшие на праздник смогут стать участниками розыгрыша призов. Среди них сенсорный кубик Рубика, детские наушники и колонка, конструктор Лего Гарри Поттер. Главный приз – городской складной самокат для всей семьи. Будет и еще один подарок от парка. Аттракцион из 10 часов. В этот день будут еще начисляться денежные бонусы для посетителей парка. То есть они кладут деньги на карту, чтобы кататься на аттракцион. Их деньги будут удваиваться. Ну, то есть такой подарок будет для посетителей, чтобы они могли весь день кататься и накататься в свое удовольствие. А в завершении всего ребят ждет пенная вечеринка. Ее организаторы праздника устраивают каждый год, так как дети очень любят эту забаву. Игорь Кранцев, Алла Шахова, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск. И в конце трогательное видео из официального телеграм-канала МЧС региона. Сегодня в кабинет пресс-службы важного ведомства залетел маленький стриж. Птенца аккуратно поймали, напоили водой и выпустили на волю. Спасателям важна каждая жизнь. И на этом у меня все. Я напоминаю, что все выпуски «Вести» доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на нашем сайте gtrkvolga.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова